еще раз добрый вечер всем и мы начинаем напомню что мы о чем мы говорили да значит а первые четыре части его введения с него каждый раздел делится еще на параграфы и четыре параграфа уже прочитали ну и мы видели с одной стороны сами сами понятия вот эти верования мнения по-разному конечно передавать насколько эти русские термины хорошо передают эти понятия отдельно вопрос но мы поняли что речь идет о том что человек может придерживаться либо истинного мнения либо ложного мнения или колебаться между ними но придерживаясь того или другого мнения он может придерживаться его либо сильно либо слабо то есть это есть еще некий некий уровень веры верований и вот собственно говоря идеальный вариант которого можно достичь и в этом собственно говоря с точки зрения сайте состоит задача его книги и религиозная задача иудея состоит в том чтобы иметь истинную точку зрения но и кроме всего прочего еще и быть в ней совершенно твердо убежденным и у нас вот этот синенький шарик да и он как раз в этой схемке это символизирует а пишет саде свое произведение для тех по большей части да кто является либо желтеньким либо зеленым те кто утвердились во лжи неизвестно пытается ли он них куда-то так сказать разубедить и так далее может быть и да но если для зелененького то есть того кто придерживается истины но не очень в ней уверен эта книга безусловно поможет но возможно что главный все таки на рецепиент главная аудитория это вот эти самые желтенькие то есть колеблющиеся на этом я подчеркиваю этот момент потому что в общем то мы будем сравнивать это с аудиторией или с теми для кого пишет маймонит и на первый взгляд иногда так и переводят путеводитель колеблющихся или наставник колеблющихся здесь есть о чем поговорить мы поговорим об этом когда будем говорить о маймоните мы говорили также о определенном влиянии опосредованном влиянии каких-то идей античного образования где начинается все основные предметы это грамматика логика риторика а затем уже собственно настоящие предметы и усадии мы видели что это похожим образом организовано только неизвестно из какого источника он берет начало со звуков вот это так сказать классификация звуков звуки просто так звуки производимые за живыми существами звуки производимые людьми и наконец осмысливать да вот это иерархия звуков она конечно не в античных источниках я по крайней мере не помню где бы была подобного рода идея идеи сортировки звуков а дальше когда речь заходит о следующих уровнях то это собственно говоря то что относится к логике и садия говорит о том что необходимо последовательно двигаясь и продолжая сортировать так же как мы сортируем звуки сортировать связанные высказывания необходимо прийти к необходимым утверждениям извиняюсь от автологии необходимо прийти к необходимым утверждениям необходимые утверждения это утверждение истины из которых доказано И они не подлежат сомнению. Собственно говоря, к такого рода необходимым утверждениям, по его мнению, мы и должны в конце концов прийти. Но в отличие от философских задач, которые ставят перед собой те, кто изучают мир, именно греки, для Саади – это задача религиозная. То есть этот приход к необходимым утверждениям – это приход к тем утверждениям, которые на самом деле согласуются с основными положениями теологии. Какой теологии? Как-то ни странно. Теологии Калама, как мы говорим, рационалистической арабской теологии, которая, вообще-то говоря, носит отчасти, как мы уже говорили, универсальный характер, потому что доказывается существование Бога, его единственность, его справедливость и необходимость человеку вести себя соответствующим образом. Бог наказывает, Бог награждает – это тоже одно из положений. Вот такого рода положения, собственно говоря, Саади стремится сделать необходимыми, необходимыми в логическом смысле. То есть есть вероятные утверждения, есть невозможные, а есть необходимые – те, что следуют с необходимостью. Хорошо, это мы слегка вернулись к тому, что мы уже прочитали. И дальше мы продолжим с пятого параграфа, где он говорит следующее. Сейчас я поделюсь с вами этим экраном. Видно, да? Все хорошо. Завершив то дополнение, которое мы сочли необходимым добавить к первому положению, мы должны упомянуть основание, истинные и безусловные данные, которые суть – начало всего познанного и источник всего узнанного. Рассмотрим же их с подробностью, согласующейся с тем, что сказано в начале этой книги. Он говорил в начале о чувственных данных, да, и о неких своеобразных аксиомах разума, и то, что можно вывести из этих аксиом. И теперь возвращается снова к этому, то есть еще раз говорит о неких основаниях вот этого процесса, процесса познания, который должен привести к необходимым утверждениям. Мы утверждаем, что основания этих три. Первое – это знание наблюдения, ну, то есть, по сути, вот эти самые чувственные данные. Второе – это знание разума, это и есть вот эти самые аксиомы разума. И третье – это знание, требуемое необходимостью. Опять же, имеется в виду логическая необходимость. Логический вывод, который неопровержимо доказывает то или иное положение, является знанием выводимым. Есть знания базисные, но есть знания выводимые. Далее мы поясним эти начала одно за другим. Знание наблюдения – это то, что человек постиг с помощью одного из чувств, либо зрением, либо слухом, либо обонянием, либо вкусом, либо осязанием. Знание разума – это то, что возникает исключительно в разуме человека, например, одобрение добра и осуждение зла. На этом давайте мы чуть-чуть остановимся, потому что на самом деле добро и зло – это ведь не совсем понятие, как бы относящееся к области знания. Можно ли знать, что такое добро или что такое зло? Отдельный вопрос. Опять же, я заранее об этом говорю, потому что мы увидим, что у того же Маймонида, например, добро и зло не относятся к такого рода понятиям, понятия, которые возникают в разуме. А у Саади – да, то есть разум Саади понимает широко. А разум оказывается в том числе и включающим в себя осуждения, которые мы назвали бы сегодня ценностными или аксиологическими научным языком, говоря. Это он как раз приводит в качестве примера, то есть одобрения добра и осуждения зла. Что касается знания того, что логически необходимо, эти переводчики вставляют «логически необходимо», я напомню, что это перевод Дмитрия Фролова, который работает на кафедре арабистики в Московском университете. Так вот, то, что знание того, что логически необходимо, то оно таково. Если человек его не примет, он неизбежно потребует отрицания чего-то познанного разумом или чувством. А так как отвергнуть это невозможно, то мы будем вынуждены принять это утверждение. Так мы вынуждены признать, что у человека есть душа, хотя мы никогда ее не наблюдали непосредственно, чтобы не отрицать очевидные действия, а также, что в каждой душе есть разум. То есть вот эти понятия, например, представление о том, что у человека есть душа, или что в душе есть разум, Саадия относит к тем, что мы получаем с необходимостью на основании чувственных данных, на основании неких аксиом разума. И если мы не примем утверждение, если мы не примем утверждение, что есть у человека душа, или что у человека в душе есть разум, у кого-то не закрыт микрофон, и какие-то шумы. Я прошу его выключить. Напомню, правда, что пока мы с вами занимаемся чтением, а не лекционной частью, то вы в любой момент можете меня спросить что-то, можете перебить меня, но по делу, да, то есть не шумы посторонние, а если вам нужно задать какой-то вопрос, то я с удовольствием на него отвечу, и можно меня прерывать в любой момент. Шумы, правда, продолжаются. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Убью нахуй, долбоёб, я дебил и долбоёб, у меня в крови Майнкрафт, Крипер бойся, я тебя, убью нахуй, долбоёб, я ведь Стивен и пиздец. Удалите, пожалуйста, эту тему. Я пытаюсь, я не умею удалять. К вам случайно подключаются люди, которые просто не имеют никакого отношения к семинару? Я понимаю, понимаю. Я понимаю, но я не умею оперативно удалять. Кажется, у меня получилось. Нихуя! Ну, не получилось. Ну, было и 19, сейчас их стало 16, так что всё нормально. Удаление происходит. Постепенно происходит, но всё равно вот здесь вроде как сейчас надо всех проверить. Ури, вы можете просто у всех убрать микрофон. Например, есть люди, у которых микрофон и слышно там что-то. Это нормальные люди. Ну, вот я, если бы я умел всё это делать, конечно, было бы неплохо. Но вы хост. Если вы вызовете participants, у вас есть такая опция вообще? Я не знаю, где. То, что я сейчас не хожу. Вот я тоже не знаю, где. Вот это всё дыхало. Мне кажется, можно продолжать, потому что 16 человек, это были постоянные слушатели. Это всё понятно, но у кого-то просто включён микрофон и... И камера ещё включена. Даниэл Завуров. Потому что включён микрофон, это всё нормально, хорошо, что он включён, но если нет шума. Ну, хорошо. Да, мы вроде бы... Я не умею выключать все микрофоны. Не вижу, где это делается. Но, тем не менее, сейчас у всех выключены микрофоны. Да, вот, наверное, Лена права, что нужно создавать новую ссылку. Наверное. Но я скажу Натану, Натан же отвечает у нас за вот это. Организацию этого делала. Как раз, когда его нет, у нас почему-то получилась такая ерунда. Ну, хорошо, вернёмся. Итак, значит, у нас вот эти три источника, о которых он говорит, да, и то, что мы получаем с необходимостью, это, например, утверждение, что у человека есть душа. Несмотря на то, что мы не наблюдали её, и, в общем, это не является аксиомой разума, мы, тем не менее, можем доказать, что у человека есть душа с точки зрения Саади. Точно так же, как мы можем доказать, что у человека в душе есть разум. Хотя мы его никогда не наблюдали. Опять-таки, чтобы не отрицать его очевидные действия. То есть он говорит о том, что если мы будем отрицать наличие в душе разума, то мы неизбежно столкнёмся с какими-то проблемами в нашем вот этом чувственно данных нам мире. То есть то, что мы ощущаем, видим, слышим, осязаем и так далее, а также то, что мы можем понять каким-то аксиоматическим образом, эта картина будет противоречить утверждению, что у человека нет души. Так он предполагает. Но, как мы видим, доказательства никакое он пока не приводит, потому что, в общем, его задача в этом предисловии не в этом состоит. Однако оказывается, говорит он дальше, что многие люди отрицают эти основания. Немногие из них отвергают первое основание. То есть то, что мы видим, чувствуем и так далее, можно сказать, что это не является, так сказать, адекватными данными. Мы можем вспомнить, забегая как бы намного вперёд в истории философии, что, собственно говоря, например, метод Декарта был именно такой. Он говорил, «А может, мои чувства меня обманывают?» Но Сааде говорит, что есть некоторые, некоторые, опять же, в рамках, скорее всего, мира мусульманского, потому что, как я уже говорил, очень много различных школ и подходов и тем теологических, о которых в рамках мусульманского мира идут споры. В еврейском мире на самом деле такого рода вопросы просто не ставились. Поэтому, когда он говорит, что некоторые отвергают, то, естественно, что он имеет в виду вот этот контекст, контекст исламской теологии. Мы их упомянем в первом трактате этой книги и дадим опровержение их взглядов. То есть в первой главе он, собственно, этим займется. Отвергая первое основание, они отрицают и второе, и третье, которые опираются на первое. Больше тех, кто признают первое основание, но отрицают второе и третье. Их мы тоже упомянем в первом трактате до опровержения их взглядов. Но больше всего тех, кто признает два первых основания, но отрицает третье. То есть вот этот самый логический вывод, который на самом деле нас приводит к необходимым утверждениям, это и есть то, что отрицается очень многим. И снова мы можем сказать, что это, собственно говоря, то, что, например, свойственен для ортодоксального исламского взгляда, который борется, идеологически борется с мутазелитами или с каламом как таковым, и отвергает саму возможность рационального доказательства вот тех вещей, которые являются базовыми для религии. Ну, и мы можем вспомнить Тертулиана, которого мы читали, который говорит о том, что это все от лукавого, и это нам не нужно, у нас истина, она дана так и иным путем, не с помощью разума. Причина же различия степеней доверия к этим основаниям состоит в том, что знание второго рода, второго вида, более сокрыто, чем знание первого вида, а знание третьего вида еще более сокрыто, чем знание второго вида. Отрицать сокрытое легче, чем очевидное. Некоторые же люди отрицают знание последнего вида частично и как бы попеременно. То есть одна группа признает то, что отрицает другая, выдвигая в качестве аргумента, что необходимость заставила их признать это. Так есть те, кто утверждает, что все вещи находятся в покое, а не в движении. Они, соответственно, отрицают движение, а другие, напротив, утверждают, что все вещи движутся и всего этого отрицают покой. И каждый подвергает сомнению доводы противной стороны, считая их заблуждением. Мы же, община единобожников, признаем все эти три основания. Вот эта община единобожников, да, это как бы, ну, по сути, монотеистов. И когда он говорит, мы община единобожников, то, в принципе, сюда можно было бы включить, ну, по крайней мере, мусульман точно, да, относительно христианства. Это вопрос, в том числе, в дискуссиях между христианами и мусульманами, три единства Бога и так далее. Это то, что рассматривается и исламом, и иудаизмом в дальнейшем, как отсутствие единобожия, то есть вместо одного Бога три, ну, а христиане доказывают, что три единства не отрицают единства, ну, и так далее. Это как бы отдельный вопрос, кого считать этими самыми единобожниками. И все три конфессии, значит, доказывают друг другу, что они настоящие единобожники. Так вот, мы, единобожники, признаем все эти три основания и добавляем к ним четвертое основание, наличие которого мы выявили с помощью первых трех. И оно тоже становится для нас основанием. Это верность надежного предания, которое основано на знании чувства и знании разума, как мы разъясним в третьем трактате этой книги, ну, или в третьей главе. И это, на самом деле, удивительная с какой-то стороны вещь, да, и отличающая с Аадью, потому что все остальное, вот эти три источника познания, это, собственно говоря, у мотазелитов все то же самое. А вот надежное предание – это, так сказать, инновация с Аадью. Мы понимаем, что эта инновация носит, конечно, характер какой? Политический. Почему политический? Потому что тем самым он, по сути дела, опровергает одним махом, одним таким утвердением, он опровергает позицию караим. Уже караимы как раз отрицают. Они говорят, вот эти три основания есть, и все. А предание или традицию устную караимы отрицают. А Саадья эту устную традицию он включает в основание знаний. Причем здесь интересно то, что он подчеркивает, что мы вывели его с помощью первых трех. Более того, это надежность традиции, устной традиции. Он подразумевает, конечно, устную традицию. Она основана на знании чувства и знании разума. Ну и как он это будет разъяснять, мы, может быть, на этот фрагментик тоже взглянем в дальнейшем. Надо заметить здесь, что это знание, я имею в виду содержащееся в надежном предании и в неспосланных писаниях, подкрепляя для нас верность знания, полученную из трех других источников. Здесь тоже любопытный момент. Он говорит о том, что это знание, оно не открывает нам чего-то, что мы не могли бы понять с помощью чувств и разума. Нет, оно просто подкрепляет для нас верность знания, которые мы получили из трех других источников. То есть это своего рода такой правильный ответ в учебнике. То есть я ищу ответ с помощью чувств, знания, то, все доказываю и так далее. У меня получилось, предположим, какое-то утверждение. Например, наличие души. Но проверить верность я могу, заглянув в ответы. А где ответы? А ответы как раз в надежном предании и в неспосланных писаниях. Здесь он имеет в виду и письменную тору, и устную тору. Так это знание перечисляет чувства, когда отрицает наличие их у идолов. И называет пять, которым добавляет еще два. Как сказано, есть у них уста, но не говорят, есть у них глаза, но не видят. И они не издают голоса гортанью своей. Чувства отрицания. Чувства отрицаются у идолов. И это как раз передает традиция. Где это передает традиция? В данном случае в неспосланных писаниях. А именно, вот он цитирует Псалом. Мы не будем сейчас вдаваться в то, как он поясняет вот этот самый момент отрицания у идолов каких бы то ни было чувств. Пропустим этот кусочек. В общем-то, понятно, то, что он хочет сказать. И перейдем к следующему абзацу. Затем это же знание из подлинного предания подтверждает для нас наличие знания разума, повелевая говорить правду, а не лгать. И тоже приводит цитату из книги Притч. Ибо истину произнесет язык мой, нечесть и мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. И еще раз мы видим вновь то, что уже видели выше, а именно, что Сааде последовательно включает в знание разума некие этические категории. Как до этого он говорил о добре и зле, теперь он говорит о повелении говорить правду и не лгать и так далее. Отсюда мы видим, что сама ориентация вот этого, так сказать, наличия знания, знания разума, она скорее носит не теоретический характер, характер получения каких-то законов природы, предположим, как мы видели в квадриве, астрономия, музыка и так далее, а скорее вот эти этические понятия, которые понимаются как в том числе часть религиозного сознания как такового. Затем оно же, то есть вот это знание из подлинного предания, подтверждает для нас необходимое знание, утверждая, что все, что ведет к отвержению воспринимаемого чувством или разумом, несостоятельно. То есть само писание или устная Тора или письменная Тора говорит о том, что мы должны, кстати, говорит, что об этом написано в Торе, что мы должны двигаться с помощью чувств и разума к вот этим самым необходимым суждениям. Несостоятельность того, что отвергает воспринимаемое чувствами, видна из слов, и вот он приводит соответствующие стихи, «О, ты, раздирающий душу твою в гневе твоем, не умели для тебя опустить земли и скале сдвинуться с места своего». То есть то, что воспринимается чувствами, он хочет сказать, в этом стихе говорится, что оно неизменно, не будет скала двигаться, земля не будет опустошена. То есть то, что человек воспринимает чувствами, оно совершенно носит надежный характер. «А несостоятельность того, что отвергает умопостигаемое относительно лжи и истины, следует из слов, если это не так, кто обличит меня во лжи и в ничто обратит речь мою». Он пользуется соответствующими стихами княги Йова для того, чтобы показать, что нельзя отрицать чувства и нельзя отрицать умопостигаемое. Это тоже странный немножко момент, потому что книгу Йова, каким образом нужно воспринимать книгу Йова, что это, собственно говоря, за книга о праведнике, который вроде бы был наказан, непонятно за что и так далее. И в Сааде есть комментарий к книге Йова, который он собственно говоря называет теодицеей, то есть оправданием Бога. И поэтому для него книга Йова является собственно тоже теологическим трактатом, который показывает определенного рода взаимоотношения между Богом и миром и проблематизируя эти взаимоотношения, на самом деле показывает, что Бог справедлив, что соответствует одному из постулатов Каван. Затем мы узнаем, что все знания основаны на том, что мы постигаем нашими чувствами упомянутыми выше, из чего они выводятся и ответвляются. Ибо сказано, то есть вы видите, вот он последовательно приводит стихи, которые подтверждают и воспринимаемое чувство неверно, и умопостигаемое верно, и то, что мы выводим с помощью правильных операций интеллектуальных тоже, тоже писание об этом говорит. Выслушайте мудрую речь мою и преклоните ко мне ухо рассудительное, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус пищи. Ну, призыв к мудрым вслушаться в мудрые речи сайте в данном случае понимает, как указание на то, что мы должны заниматься вот этим выведением необходимых суждений. Затем и этот же источник, опять книга Йова, видите, все из книги Йова, утверждает для нас или подтверждает, что надежное предание истинно, ну, и приводит соответствующий стих. Я буду говорить тебе, слушай меня, я расскажу тебе, что видел, что слышали мудрые, не скрыли слышимого от отцов своих, которым одним дана была земля, и среди которых чужой не ходил. Сама по себе, конечно, это рискованное предприятие с помощью стихов из книги Йова, что бы то ни было подтверждать, потому что язык книги Йова, он самый сложный в Писании, это, собственно, сам Сааде в предисловии книги Йова об этом пишет. Он говорит, одна из трудностей понимания книги Йова состоит в том, что книга написана на таком языке, что очень сложно понять, то есть очень много слов, которые встречаются единственный раз в Писании, много непонятного и так далее. это часть, собственно говоря, одна из причин, по которой Сааде пишет комментарии к этой книге и в предисловии об этом как раз говорит. И тем не менее, здесь в этом своем предисловии он пытается подтверждать, в общем, достаточно такие важные для него вещи, а именно основу эпистемологии, то есть основу теории познания. он пытается подтверждать стихами из книги Йова. Теперь, рассказав об этих основаниях, необходимо объяснить, как их используют в доказательстве. Хорошо, значит, у нас есть основа, теперь он должен нам пояснить, как же это все используется, когда мы доказываем эти необходимые суждения. Что касается знания, полученного чувствами, то все, что верно воспринято нашими чувствами в силу прямого контакта между нами и объектом, следует считать истинным, так, как мы его восприняли, не сомневаясь в нем. Однако, лишь после того, как мы научились распознавать обман чувств, чтобы он не ввел нас в заблуждение. Сложная история, а как же мы распознаем обман чувств? Надо, чтобы мы не были как те люди, которые считают, что изображения, которые они видят в зеркале, это образ, который на самом деле был сотворен в нем, в то время, как это всего лишь свойство полированных предметов отражать образ, который находится перед ними. Или, как те люди, которые, видя объект перевернутым в воде, считают, что это реальность, сотворенная в этот самый момент, и не знают, что причина этого в том, что размер глубины воды больше размера длины объекта. Если же мы в безопасности от таких и им подобных ловушек, наше мнение о том, что воспринято чувствами, верно, и нас не введет в заблуждение и иллюзия, подобная той, о которой сказано Мавитяна, издали показали, показалась эта вода красную, как кровь. Здесь, ну, на самом-то деле сложный момент, да, и вообще-то говоря, опять же, в исламской теологии по этому поводу ведутся дебаты бурные, как отличить верные, верно воспринятые чувственные данные от вот этих самых обманок, обманок чувств, обманок зрения, мираж, ну, и так далее. Все это является довольно обширной темой в Каламе. Садя, вы видите, ну, возможно, в том числе, поскольку это предисловие, да, он не входит здесь в дискуссию относительно того, как, собственно говоря, отделить или отличить истинные чувственные данные от тех, которые являются иллюзорными, но приводит несколько примеров. Что касается он постигаемого, то все, что предстало в нашем разуме, если он не поражен недугом, это, несомненно, истинное знание. Но лишь после того, как мы узнали, как рассуждать и доводить рассуждение до конца, как оберегаться от иллюзий, и сновидений. Ведь есть люди, которые полагают их реальности, то есть сновидения или иллюзии, сотворенными в формах видимых человеку. Они считают, что понадобно следовать этому, чтобы не отвергать то, что увидено воочию, и не знают, что отчасти это заботы прошедшего дня, которые застряли в мыслях, и об этом сказано, как сновидения бывают при множестве забот. То есть и здесь тоже, то есть то, что касается умопостигаемого, здесь тоже есть такая же самая проблема, проблема иллюзорного, умопостигаемого, или сновидческого, то есть то, что видит человек во сне, если он принимает за реальность, то это не то. Ну, и естественно, что, еще раз, и здесь, и с чувствами есть большая проблема, которую садя здесь не пытается разобрать, а просто на нее указывает. ну, и дальше он говорит о причинах, почему человек может вдруг сон принимать за реальность, это питание, это темперамент его, и так далее. Я пропускаю эти три абзаца. Что касается знания по необходимости, вот этих самых выведенных с помощью логики утверждений, которые с необходимостью следуют из всего предыдущего, то если наши чувства познали нечто достоверным образом, но мнение о нем может утвердиться в нашей душе только вместе с суждениями о других вещах, то мы должны принять все эти суждения, много их или мало, ведь воспринятое чувство им без них оказывается несостоятельно. И этих мнений может быть одно, может быть два, три, четыре и более, но сколько бы их ни было, они являются необходимыми, если иначе нельзя принять воспринимаемое чувство. То есть, по сути дела, воспринимаемое чувствами является своего рода основой, которую я не могу отвергнуть. В том случае, конечно, если мы убедились, что это не заблуждение чувств, это не иллюзия, это не ловушка, не обман, тогда, собственно говоря, то, что не согласуется с этим самыми чувственными данными, с тем, что мы познали с помощью чувств, должно быть отвергнуто, а необходимо это то, что с этим согласуется. И дальше он приводит пример. Вот примеры одного такого суждения. Если мы видим дым, но не видим огня, которого рождается этот дым, мы должны предположить существование огня вследствие существования дыма, так как одно без другого не бывает. Нет дыма без огня, ведь это знаменитое беседство, но это мы встречаем и в античных источниках не раз. Точно так же, если мы слышим голос человека из-за стены, то мы должны предположить и наличие там человека, так как голос человека может исходить только от существующего человека. Что касается большого числа таких суждений, то можно привести следующий пример. Если мы видим, как пища исчезает целым куском в животе живого существа, а из него выходят ее остатки, то, не предположив наличие четырех вещей, нельзя будет принять увиденное. Каких четырех вещей? В животе должна быть сила, которая проталкивает пищу внутрь, и сила, которая удерживает пищу там, пока она не будет переварена, и сила переваривающая и разлагающая пищу, и сила, выталкивающая испражнения наружу. Раз воспринятое чувствами может быть принято только вместе с этими четырьмя суждениями, то мы должны положить, что все четыре истины. Вот как работает выведение вот этих самых истинных положений. То есть у меня есть некая картина. Эта картина, чтобы она в принципе могла быть осмысленной, мне необходимо предположить раз, два, три, четыре, пять. Без этого эту картину я не могу воспринять. И получается, что я тем самым вывожу некий целый ряд истинных суждений относительно того, например, как устроено пищеварение. в данном случае. Иногда для того, чтобы утвердиться во мнении об увиденном, требуется целая наука, чтобы установить его истинность. А иногда нам может понадобиться целый ряд наук. И если воспринимаемое чувство действительно связано с ними, мы должны считать их все истинными, чтобы можно было принять воспринимаемое чувство. Вот опять это утверждение о том, что воспринимаемое чувство, собственно говоря, нами двигает. Это тоже чисто такой вот каламические приемы, прием мотокалимунов, то есть калама, который считает, в котором считается, мотозелитского именно калама, в котором считается, что воспринимаемое чувствами является своего рода, они называют это индикаторами, индексы, то есть этот индикатор, вокруг которого, собственно говоря, выстраивается этот самый процесс познания или процесс выявления тех вещей, которые мы чувствами не воспринимаем. То, что мы воспринимаем чувствами, окей, у нас есть целая картина, а есть вещи, которые не воспринимаются чувствами, мы их понимаем через индикаторы, а индикаторами является воспринимаемое чувство. Ну, вот еще один пример он приводит. Так мы видим, как Луна поднимается над Землей и заходит в различные времена ночи и дня. Кроме того, мы видим, что она проходит то длинным, то коротким путем, иногда столь коротким, что его не хватает, чтобы пройти одну из 28 стоянок, которые мы установили и назвали по имени, а иногда путь удлиняется, она проходит через эту стоянку. Более того, мы видим, что иногда она двигается на юг, а иногда двигается на север. Ну, и понятно, что теперь, что он скажет, что нам нужна целая наука, да, как он сказал, что иногда или даже несколько наук, для того, чтобы объяснить вот эти самые наши наблюдения, то есть, то, что мы получаем с помощью воспринимаемого нами чувствами. И из этого мы узнаем, что если бы движение было одно и то же, оно не различалось бы ни по продолжительности, ни по курсу. Увиденные нами различия и в том и в другом неизбежно предполагают, что движений у нее много. Ну и так далее. И дальше мы как бы что-то узнаем, в том числе, про движение Луны. И все это устанавливается с помощью искусства геометрии, которое демонстрирует нам, как одно тело пересекается с другим. Если мы будем двигаться к сложному, простому в этом искусстве, начнем с изучения простых форм, после точек и линии, а затем уже изучим треугольник, квадрат и так далее. Важно здесь, что если мы вернемся к классификации наук, античному, то там как раз после логики, грамматики, логики и риторики следует арифметика, геометрия, музыка, астрономия. И мы видим, что вот эти выведенные данные, они, собственно говоря, и являются... Что-то у меня перескочило, что-то... Мы видим все тот же текст, правда? Или нет? Да. Да, хорошо. То есть для изучения геометрии, геометрия нужна в том числе для астрономии и так далее, тут можно задействовать весь квадривиум, может быть, необходимо для того, чтобы объяснить те наблюдения, которые нам даны, когда мы что-то такое объясняем. Ну, дальше я пропущу. Он продолжает, собственно говоря, разъяснять подобного рода вещи. и... Ну, вот в том числе, например, перечисляя так, некоторые утверждают, что все вещи пошли из воды, да, упоминая фолеса, так как живое существо состоит из влажного элемента, но при этом упускает из виду наблюдаемую им текучесть и жизненное состояние воды. Раз она быть не может сама по себе, то и не годится она на то, чтобы быть корнем всего. То есть дальше он говорит о том, что если человек не учитывает кто-то, не учитывает все аспекты того явления, которое мы воспринимаем чувствами, то у него может получиться не очень складная теория. Вот, например, фолес решил, что вода является корнем всего, но этого быть не может. Почему? Потому что он не учел раз, два, три, четыре, пять. И поэтому он говорит, что если некто скажет я убежден в этом на основании аналогии с воспринимаемыми чувствами, то часть его учения противоречит другой. Но часть его учения противоречит другой, то оно несостоятельно. Таковы, например, те, кто говорит, что добро это то, что доставляет нам радость, поскольку они так чувствуют. Однако они вспоминают они, что убить их радость для их врагов. А убить своих врагов это радость для них. Так добро оказывается одновременно и злом, а это собственно противоречие. То есть это неправильное определение добра как того, что доставляет радость. Добро это не то, что доставляет радость. Опять мы видим этическая категория как пример. А если же никто скажет я убежден в этом на таком-то основании, но при внимательном изучении этого основания мы обнаруживаем, что оно доказывает нечто другое, что тот и не предполагал, тогда это тоже осуждение оказывается ложным. Так сторонники вечности мира, то есть это собственно Аристотель, предвечность мира, говорят мы убеждены в том, что вещи вечны, ибо мы верим только тому, что ощущаем нашими чувствами. То есть они тоже апеллируют вроде бы к чувствам. Однако если они верят только тому, что ощущают чувствами, то это идет вразрез с убеждением, что вечи вечны, невозможно ощутить вечное в их вечности. То есть само их утверждение содержит противоречия, потому что чувственным данным вечность не дана, и поэтому они не могут говорить, что мы убеждены в вечности на основе наших чувств. Может быть кто-то скажет, я отвергаю нечто на таком-то основании, но ты обнаруживаешь, что он попал в еще большее затруднение, чем то, которое он пытался избежать. Ну, по сути дела, мы можем впасть в заблуждение, несмотря на то, что вроде бы пытаемся каким-то образом обосновать ту или иную точку зрения. Ну, мы бы сказали сегодня нормально, все более-менее похоже в том числе и на в каком-то смысле сегодняшний процесс изучения, который принят в науке, естественно, усложнился, но основы вроде бы такие, то есть мы должны собрать все чувственные данные, выдвинуть теорию, которая соответствует всем, которая бы учитывала все разные аспекты, мы не должны впадать в противоречия внутренние, ну и так далее, да, то есть вообще-то говоря, он излагает нормальный, можно так сказать, научный подход, по крайней мере, с точки зрения основ, да, основы, это основы, в каком смысле, основы науки, основы изучения мира, пусть в несколько таком обрезанном, скажем так, по состоянию науки на сегодняшний день варианте, но тем не менее, да, то есть, тем не менее, это тот, скажем так, инструментарий, который мы могли бы сказать, что из него рождается, собственно говоря, познание и наука как таковая. весь этот инструментарий, он, естественно, рожден изначально в рамках греческой традиции, в рамках греческой философии, а Саадия берет его, заимствует, скажем так, добавляя, правда, еще и вот это истинное предание, заимствует это у Калама, а Калам использует это для того, чтобы доказать истинность, не просто доказать там те или иные теоремы, или сделать выводы относительно физической реальности, или там астрономической, доказать какую-то астрономическую истину, Калам это использует для того, чтобы доказать религиозную истину, ну и Саадия, собственно говоря, тоже использует это для того, чтобы доказать религиозную истину, истины геометрии, Или астрономии его интересуют, в общем, постольку-поскольку. Можно сказать, что они его не особо-то интересуют. То есть он их приводит просто потому, что это примеры, которые, вообще-то говоря, действительно приводятся как примеры, иллюстрирующие сам процесс постижения, который основан на чувственных данных. Итак, если мы стремимся установить истину путем необходимого знания, говорит Сайди, мы должны избегать этих пяти ошибок, которые делают его несостоятельным. И удостовериться, что? И вот он приводит пять ошибок, которые можно совершить, выводя необходимое знание, необходимое утверждение. Ничто другое не позволяет принять истинность воспринимаемого чувством. Это первая ошибка. Ничто другое не позволяет принять истинность умопостигаемого. Наше положение не отрицает некую другую истину. Одна часть его не противоречит другой, то есть нет внутреннего противоречия. И, разумеется, оно не ведет к принятию худшего, чем то, чего мы пытались избежать. То есть, если у нас есть нечто, что опровергает истинность воспринимаемого чувствами, то мы должны усомниться в том, что она воспринимаемая чувствами – это то, что есть. А если есть нечто, что опровергает, то мы должны дальше рассматривать, что же, собственно говоря, мы воспринимаем. Ну, то же самое и умопостигаемое. То есть у нас не должно быть чего-то, что отрицает то, что мы берем в качестве базисного умопостигаемого. Ну, а дальше второе, третье и четвертое – это, собственно говоря, как раз ошибки, которые рождаются на этапе выведения. Первые две ошибки – это ошибки, которые касаются собственного восприятия чувствами либо разумом. А три остальные – это ошибки, которые могут родиться на этапе выведения, логического выведения необходимых суждений. Ну, действительно, если мы что-то выводим и попадаем в противоречие с какой-то другой истиной, значит, что это не так. Внутренняя противоречие, соответственно. Или если мы приходим к некому положению, которое хуже, чем то, что, собственно говоря, заставило нас начать наше исследование. Все это после проверки воспринимаемого чувствами и умопостигаемого с помощью той выучки, которую мы охарактеризовали нашим. Прекрасно. То есть мы видим подробное, детальное, хотя и не вдающееся в нюансы и доказательства изложения научного познания мира, которое, вообще-то говоря, должно вести нас, как я уже сказал, к каким-то религиозным, как мы бы их назвали, истинным. И все же, если мы добавим терпение в искусстве рассуждения, пока оно не доведено до конца, получится семь условий, которые требуются, чтобы истина верно предстала перед нами. Если кто-то будет утверждать нечто как необходимое знание, мы проверим его утверждение этими семью критериями. И если после проверки их на пробном камне и взвешивании на весах оно окажется верным и приемлемым, мы будем его использовать. То же самое относится и к утверждениям верной традиции. Я имею в виду книги-пророчества, однако здесь не место разъяснять приемы, которые встречаются в них. Многое из этого я разъяснил в начале своего комментария к Торе. Действительно, есть у нас в Сааде, как я уже говорил, написал комментарий ко многим книгам Торы, но наиболее важным, наверное, является его комментарий к книге «Берешит», который был не так давно восстановлен, и там есть некие пробелы и лакуны, но тем не менее у нас есть какая-то более или менее, хоть и отрывочная, но достаточно ясная картина того, что он там пишет. И там в предисловии к комментарии к Торе он тоже говорит о эпистемологии, то есть излагает теорию познания. То, что мы сейчас читаем с вами, это и есть изложение теории познания. Шестая глава, шестой параграф. Если кто-то спросит. Однако, как же мы утверждаем необходимость заниматься исследованием объектов, знания и размышления над ними, чтобы сформировать твердое мнение относительно от них, согласно законам геометрии, когда есть люди, которые отвергают это искусство, полагают, что рассуждение ведет к неверию и доводит до ереси. Это кто? Это вот а-ля Тертулян. Тертулян же говорил, что нечего заниматься всякой наукой, потому что наука может привести к неверию, к ереси. То мы ответим, в Сааде есть ответ, ответ Сааде соответствует ответу Каламу, что так думает только простой люд, который в этой стране, как известно, полагает также, что всякий, кто отправляется в Индию, становится богачом. Рассказывали также, что отдельные простаки из нашего народа думают, что нечто похожее на кита проглатывает луну, когда наступает затмение. То есть он издевается над народными, так сказать, верованиями. Говорили также, что простые бедуины полагают, что если не заколоть верблюдицу на могиле, то человек пешим явится на суд. Есть и много другого подобного, над чем можно только посмеяться. Если же наш оппонент скажет, знаковите выдающиеся мудрецы и израильтян запрещали это, и в особенности рассуждения о начале времени и о начале пространства. Знаменитый фрагмент из трактата Фагига, он нам будет не раз встречаться, где говорится о том, что всякий, кто рассуждает о четырех предметах, лучше бы не пришел в этот мир. Какие это предметы? Что вверху, что внизу, что было прежде, что будет потом, или что впереди, что позади, там по-разному. Малифнимум, алиахор. Лифнимум или ахор можно по-разному перевести. Перевести можно как временные категории, а можно перевести как пространственные категории. Но так или иначе, в трактате Фагига действительно есть вот такое высказывание, которое, по сути дела, утверждает по-простому то, что человек, который в своих рассуждениях выходит за рамки существующего мира, за рамки универсума, ему лучше не рождаться. То есть человеческое знание, мы могли бы, обобщая это высказывание, хотя оно носит образный, конечно, характер, мы могли бы сказать, что человек, выходящий за рамки, так сказать, универсума, пытающийся перейти границы того, что человеческий разум может постичь, плохо кончит. Так вот, тот, кто спорит здесь, Сааде, своего оппонента рисует, который, по сути дела, его нет этого оппонента, то есть сам Сааде в исламской культуре есть действительно, ну и в христианской культуре мы видели тертулианов, а в исламской культуре это ортодоксия, которая Каламу, Матазелитскому особенно, Каламу предъявляет вот эти все претензии, они говорят, что это вы вдруг стали рассуждать, изучать и так далее, зачем нам это нужно. Ну и действительно Сааде говорит, кто-то из нашей еврейской среды тоже мог бы, среды мог бы тоже возразить и сказать, у нас вот есть трактат Хагига, говорит, что нельзя. Мы ответим, призвав на помощь милосердного, что не может быть, чтобы они запрещали правильное рассуждение. Ведь наш Создатель повелел нам это, связав это с подлинной традицией в словах. Разве вы не знаете, разве вы не слышали, разве вам не говорят? Неговорено было от начала. Разве вы не уразумели из оснований земли? Цитата из Исаии, ну достаточно на самом деле странная, не то, чтобы совершенно очевидно, что в этом стихе говорится о том, что нам предписано рассуждать и, так сказать, заниматься наукой. Но тоже сейчас не будем дискутировать это относительно и попытаться понять, как Сааде использует этот стих. «А праведники говорили друг другу, установим между собой рассуждение, распознаем, что хорошо». Опять книга Йова, видите. Пятеро пространно рассуждали об этом, я имею в виду Йова, Ильфаза, Бильдада, Сафара, Илигу. Опять книга Йова, да, как, что иное, как своеобразный форум, да, форум рассуждающих и, так сказать, развивающих некую теологическую доктрину. Сааде таким образом видит эту книгу. И так ее, собственно говоря, будут видеть в еврейской традиции вся вот эта линия рационалистов. Мудрецы запрещали отложить книги пророка в сторону и принимать всякое мнение, которое может прийти в голову кому-то по поводу начала пространства и времени. Вот что они запрещают. Ведь тот, кто смотрит в эту сторону, может попасть в точку, а может и промахнуться, пока он не попадет, он остается без веры. А если попадет и утвердится в вере, нет гарантии, что он опять не отойдет от веры под влиянием возникшего сомнения, которое подточит его мнение. И так мы сходимся в том, что считаем поведение такого человека ошибочным, даже если он мастер рассуждения. Мы же общины сынов Израиля применяем в рассуждении и исследовании другой метод, который я хочу разъяснить и описать с помощью милосердного. Что он говорит? Он говорит о том, что если отложить книги пророков в сторону и начать действительно заниматься наукой без книг пророков, без традиций, то это действительно может привести, черт знает почему. То есть он частично соглашается с вот этой критикой, которую он сам же, собственно, себе же и предъявляет. Он говорит, нет, у нас по-другому. Заодно он тем самым, как мы уже поняли, заодно тем самым пытается, так сказать, противопоставить свою точку зрения к Араину. Узнай же, изучающий эту книгу, да наставит тебя Бог, что мы исследуем вопросы нашей веры и рассуждаем о них. Видите, мы исследуем вопросы нашей веры. Не мир исследуем, а вопросы нашей веры и рассуждаем о них, преследуя две цели. Во-первых, чтобы действительно подтвердить для себя истинность знания, которые мы получили от пророков. То, что получено от пророков, он называет знанием. Мы могли бы сказать, что это не знание. Например, Спиноза нам скажет, что пророки – они учителя нравственности. Более того, они нам говорят, что такое хорошо, что такое плохо, а вовсе не дают нам никакого знания. Но, как мы видели, для Саади, Саади то ли не различает теоретическое знание от того, что можно было бы назвать этическими категориями, то ли считают, что этические категории тоже сюда же принадлежат этому самому знанию. Но они, возможно, для него и являются, как я уже говорил, основными. Так вот, две цели. Первое – подтвердить знания, которые мы получили от пророков. И второе – чтобы опровергнуть тех, кто полемизирует с нами по каким-то вопросам нашей веры. Вот, собственно говоря, цель рассуждения. То есть цель рассуждения не в том, чтобы узнать действительно нечто о мире, а цель рассуждения, чтобы подтвердить для себя истинное знание, которое мы получили от Бога и пророка. Мы могли бы сказать, опять же, Саади сейчас не возражает, но мы могли бы ему возразить, ну а зачем тебе подтверждать, если получил от Бога и пророка? Так все, и удовлетворись. Зачем тебе подтверждать? Какой ответ? Ответ такой, что если я получил это от Бога и пророков, я могу придерживаться этого для меня мнения. Но это мнение, оно еще не стало верованием. Я придерживаюсь этого мнения, но на самом деле меня, может быть, легко сбить с толку, потому что я в нем не убежден. Вот эта убежденность, она рождается когда? Она рождается тогда, когда я провел весь, проделал весь путь рассуждений и пришел к тому, что это действительно так. И тогда мое внутреннее состояние, нужно сказать, что он об этом заботится, внутреннее состояние – это состояние убежденности полной. А если я принял это по традиции, принял это на веру, то убежденности нет. Мнение есть, а убежденности нет. Мнение есть, а веры нет. Ну, а заодно еще, если я прошел этот путь, то у меня есть в руках оружие, с помощью которого я могу полемизировать по вопросам нашей веры. Итак, Господь наш велик, он и славен, наставил нас во всех делах нашей веры, в которых мы нуждаемся, через своих пророков, после того, как подтвердил истинность их пророчества знамениями и доказательствами. Неожиданно у нас есть подтверждения. Эти подтверждения знамениями и доказательствами. Здесь, скорее всего, аналог ивритского слова «мофет». Мофет – это, с одной стороны, доказательство, с другой стороны, действительно нечто, что является знаком, знаком неопровержимости. Исаэдя намекает, по-видимому, здесь, даже не намекает, а по сути выражает ту мысль, что то, что были эти самые знамения и так далее, это не что иное, как та самая основа чувственно воспринимаемого, о котором он говорил выше. То есть все это было получено, все это было чувственно воспринято и поэтому является непререкаемым. И он повелел нам, чтобы мы приняли эти положения как убеждения и хранили их, и дал нам понять, что если мы будем исследовать и рассуждать, то получим истинный и полный взгляд на каждую вещь, подобную тому, что он дал в пророчестве через слова его посланника. То есть мало того, что он нам дал, сказал, давайте вот это ваше убеждение, храните их и придерживайтесь их, но, кроме того, еще и в каком смысле побудил нас к исследованию и рассуждению, чтобы мы пришли к этой же точке зрения, но самостоятельно. Он также дал нам заверение, что ни безбожники не получат довода против нашей религии, ни путаники не нанесут удара по нашей вере. Ну, дальше он говорит, приводит стихи, где, собственно говоря, об этом с его точки зрения говорится. И он успокоил наш страх перед теми, кто не согласен с нами, указав, что они не победят в споре и не найдут решающих аргументов. Ну, мы еще раз убеждаемся, что все эти, так сказать, весь инструментарий так хорошо описаны, которые годятся для исследования мира, для, например, выявления того, как движется Луна, ну и так далее и тому подобное. На самом деле, цааде это необходимо только для целей, которые мы условно можем называть теологическими, да, потому что само, я в скобках замечу, да, что слово или термин «теология», он понимается в нескольких смыслах. Теология или его аналог богословия понимается в нескольких смыслах. Один из них – это апология религии, это как раз то, чем занимается сааде, как мы видим, ну и представители Каламы и так далее. А кроме того, поскольку теология – это изучение Бога, то в дальнейшем есть использование этого понятия, понятие «теология» для обозначения как раз метафизики и изучения как бы того, что относится к миру божественному. Так вот, эти два термина, в смысле два значения этого термина «теология» нужно различать и иногда это сбивает с толку. То есть мы говорим «теолог», «теолог» в каком смысле «теолог», который занимается апологией религии, я использовал пока что все это время именно в этом смысле слово «теология», а есть «теолог», который, значит, занимается как бы изучением мира, ну, предположим, надлунного мира, то есть занимается чем-то, что считает миром божественным, и это немножко другое использование вот этого самого термина «теология». Это в скобках было. Итак, значит, все для того, чтобы все это изучение, для того, чтобы мы смогли опровергнуть наших оппонентов, для того, чтобы мы могли утвердиться в тех истинах, которые нам уже даны, и об этом Садя приводит целый ряд стихов, видите, когда он говорит одно, он говорит другое, третье приводит, приводит разного рода стихи, которые, собственно говоря, свидетельствуют о том, что мы на правильном пути, и у нас в руках неотразимые аргументы. когда он говорит «И вы мои свидетели», он указывает на чудесные знамения и поразительные доказательства, которые наблюдал народ. И хотя чудес этих много, например, «десять казней», «разделение моря», «истояние овсяная», я лично считаю знамением манны, самым удивительным из всех знамений, ибо нечто, длящееся более удивительное, чем нечто непродолжительное, ведь мысль об уловке не может прийти в голову, когда народ, численность которого два миллиона человек, в течение сорока лет питается исключительно пищей сотворенной, которую создатель творит им из воздуха». Для Саади вот эта история с манной небесной является непреложной истиной. Почему? Потому что этот аргумент, я тоже забегаю вперед, скажу, что этот аргумент будет использовать в дальнейшем Иуда Оливий немножко в иной форме, более изощренной, но на то, что говорит здесь Саади, что то, что нам передает традиции, оно является истинным. Почему? В том числе. Потому что слишком много было народу, численность два миллиона человек. То есть это не мнение какого-то одного данного свидетельства о огромном количестве людей, с которыми это происходило. И поэтому это не может быть какой-то сказкой, которую нам рассказывают. Если бы была хоть какая-то возможность достичь подобного уловкой, то древние философы наверняка первым бы нашли бы ее и с ее помощью снабжали бы своих учеников, чтобы те могли учиться мудрости, не будучи вынужденными работать ради пропитания или просить подаяния. о какой уловке он говорит. То есть если была бы возможность каким-то образом получить вот такой эффект, эффект манны небесной, то наверняка он говорит, это было бы уже сделано. Древние философы нашли способ и тогда в общем они могли бы совершенно спокойно учиться мудрости и мне надо было бы работать, они бы себе дели манн и все. Значит, то, что манн не может быть делом рук человека, сзади выводит из того, что если бы это было дело рук человека, то это давно уже бы использовалось почему именно философы? Философы должны питаться именно манной небесной, а не кто-то другой, потому что они любители поучиться, работать они как бы получается не любят. И вот они бы сидели себе и учились и питались бы это имам. А право отцы народа Израиля разве могли бы они единодушно признать это чудо, если бы считали его ложью, то, что я уже сказал, да. Однако этого достаточно, если имеется надежная традиция. Эта надежная традиция говорит о том, что невозможно это отрицать, потому что это массово передавалось. Да ведь если бы они говорили своим детям мы жили в пустыне 40 лет, питаясь манной, но у этого сообщения не было бы основания, их дети ответили бы им, вы говорите нам ложь, вот ты такой-то, разве это не твое имение, а ты такой-то, разве это не твой сад. С них всегда кормились и кормитесь, иначе их дети никогда не приняли бы этого никаким образом, если бы на то не было причины. Ну, то есть, вот такого рода рассуждения позволяют саде считать те чудеса, которые описаны в Писании, включая маму небесную, на самом деле эмпирическими данными. Я пропускаю два абзаца. Таким образом, да смилостивится над тобой Бог. Мы размышляем и рассуждаем, чтобы конкретно развить то, чему он научил нас Бог, с помощью рациональной интуиции и необходимого выведения. Однако, с этим утверждением связана проблема, которую нельзя избежать. Можно спросить, есть ли всех религиозных положений в том виде, как сообщил нам о них наш Господь, можно достичь исследованием и правильным рассуждением, то в чем смысл того, что он передал их нам через пророчества и подкрепил их доказательствами, знамений, а не умопостигаемыми доказательствами, ведь можно было просто привести все это в доказательном виде. Сам Сааде задает себе этот вопрос, зачем же, собственно говоря, нужно откровение, если все можно постичь разумом, если с помощью разума мы все можем вывести, то зачем откровение, откровение оказывается как бы лишним. Теперь мы с помощью Всевышнего дадим развернутый ответ на этот вопрос. Мы утверждаем, что Премудрый знает, что на заключение получаем мы с помощью искусства рассуждения, о котором он говорил выше, требует времени. Таким образом, если бы он позволил, чтобы мы в познании его религии опирались только на это искусство, мы бы некоторое время были без религии, пока не завершили бы процедуру рассуждения, чтобы воспользоваться ее результатом. А многие из нас вообще не завершат рассуждение из-за каких-то просчетов в нем, или же смогут применить полученное заключение и захватившего их беспокойство или из-за сомнений, которые владеют ими, и будут сбивать их с толку и смущать их. И поэтому Бог велик, он и славен, дал нам быстрое избавление от всех этих тягот, послал к нам своих посланников, через которых передал нам свою весть, дав нам увидеть собственными глазами знаки нерациональными, подтверждающие ее, то есть эту истину, чтобы не овладело нами сомнение, которое нам нечем было бы отогнать. Таким образом, с этого времени мы обязаны принимать учение религии со всем, что оно включает в себя, поскольку оно подтверждено свидетельством наших чувств, он снова апеллирует к тому, что все эти знамения являются эмпирическими данными. И мы должны принять его и на основании того, что передано нам и подтверждено истинной традицией, как мы разъяснили ниже. Господь также повелел нам размышлять, не торопясь, пока мы не придем к тому же самому и в результате рассуждения. И мы не прекратим размышлять, пока доказательство этого не станет для нас непреложным. И его религия не станет нашим убеждением в соответствии с тем, что мы видели своими глазами и слышали в собственные уши. Такими словами, откровение дано для того, чтобы люди без какой-либо напряга интеллектуального могли принять некую истину, истину, как мы теперь понимаем, уже несколько раз с этим сталкивались, истину, которая касается скорее их поведения, то есть истину, которая касается того, что мы бы назвали сейчас этикой, эту истину они должны принять, но научный метод это то, что Бог вложил тоже в человека как возможность познания тех же самых вещей, и к тем же самым вещам можно прийти с помощью вот того метода, который нам Сааде описал выше. Более того, это является религиозным долгом, потому что если мы пройдем этот путь, то его религия станет нашим убеждением, то есть мы сможем иметь не только мнение, которое основано на этих чувственных данных и переданных нами традицией знамений, а с помощью собственного разума, который нас приведет Сааде не сомневается к тем же самым выводам. Если же для кого-то из нас размышление пролится долго, то ему нечего беспокоиться. Тот, кого помехи задержат с ним надолго, не останется без религии. А женщины и подростки, а также те, кто не умеет рассуждать, то получат доступ к полной вере, ибо чувственное знание общее для всех людей. А чувственное знание это вот те знамения, хотя они переданы традицией, но тем не менее мы их воспринимаем как бы как данные чувственные. Хвала же премудрому распорядившемуся так, ведь ты же видишь, что в Торе женщины и дети часто объединяются вместе с отцами, когда упоминаются знамения и доказательства. Затем я говорю, что легче было усвоить этот вопрос, что он похож на тот случай, когда человек отвешивает из суммы в тысячу дирхемов пятерым по двадцать дирхемов, шестерым по шестнадцать и двум третям дирхема, семерым, ну и так далее, и так далее. Когда же они быстро взвешивают их и уясняется, что действительно осталось пятьсот дирхемов, то они вынуждены поверить его словам. А затем они могут не спеша проверить это подсчетами каждой в меру своего разумения и аккуратности и с учетом помех, которые могут отрывать его от расчетов. Ну, другими словами, да, вот он разделил и сказал, я вам дал столько-то у каждого, там, не знаю, в зависимости от того, сколько этих людей, у каждого немножко, они не знают, эта сумма действительно дана или нет, и вот они все вместе складываются, считают, подсчитывают и оказывается, да, все ок. Так и с откровением, да, то есть откровение дано таким образом, что убедиться мы можем только тогда, когда пройдем вот этот самый путь интеллектуального познания. Ну, и седьмой параграф, который является, мы сейчас сегодня успеем прочесть, может быть, и не будем его читать, к этому рассуждению я хотел бы приложить перечень того, что мне кажется главными причинами, которые мешают неверным лжецам поверить в знамения и доказательства и приступить к размышлению о верованиях. Восемь из них представляются мне самыми распространенными. То есть дальше он перечисляет уже, мы могли бы сказать, что это частично психология, да, он говорит о том, почему некоторые люди не принимают той истины, которая, собственно говоря, дана в откровении. И он перечисляет восемь причин. Наверное, мы не будем в них вдаваться. И дальше, доведя свою речь до этого места, я считаю, что следует именно цель этой книги, число составляющих его трактатов и про количество трактатов и их содержания мы с вами уже говорили. То есть мы можем считать, что мы с вами предисловие садик его книги верования и мнений прочитали. И в общем и целом надеюсь, что у нас возникла достаточно полная картина о целях и задачах, которые он перед собой ставит, о методе, который он собирается использовать, и как он сочетает то, что можно бы назвать эпистемологией Калама с, собственно говоря, основами еврейской веры. мы видим, что еврейский элемент здесь он представлен чем? Он представлен стихами Писания, то есть он те или иные положения пытается подтверждать стихами Писания, он апеллирует к Синайскому откровению и к знамениям, описанным в Торе, как некой истине, которая была открыта народу Израиля, и вместе с тем утверждать, что этого недостаточно, необходимо провести исследования, которые помогут нам в этом убедиться, стать не просто людьми, имеющими такие представления, убежденными в этих представлениях, а также отразить всевозможные полемические нападки наших, так сказать, недругов. В следующий раз мы почитаем кусочек из первой главы или первого трактата, как здесь переведено, где Сааде будет доказывать по сути дела существование Бога или сотворенность мира, то есть он будет доказывать существование Бога, основываясь на положении сотворенности мира, и мы увидим, какого рода аргументы он использует. Затем мы прочтем фрагмент, в котором Сааде говорит о своем способе интерпретации Писания, и это важно для развития всей дальнейшей еврейской экзегезы, то есть комментаторской традиции, потому что он резко меняет по сравнению с толмудическим подходом подход к Писанию. Ну, и, наверное, вот этих двух еще занятий наверное нам войну, может быть, я подумал, может, еще третья, там его комментарий к книге творения, рационалистической циферой цера, может быть, мы тоже какой-то фрагментик прочитаем. В общем, еще два-три занятия мы проведем с Аадей, надеюсь, что вам не скучно с Аадей, а дальше мы перейдем к другим авторам. Это я по поводу наших дальнейших планов. Если у вас есть какие-то вопросы по прочитанному, вы меня не перебивали, все слушали тихенько, поэтому, если есть какие-то вопросы, замечания, мысли, то пожалуйста. Спасибо, замечательно все разжевали, это, конечно, очень интересно. Интересно, как с ним полемизировали мусульмане или нет? Нет, я уже говорил об этом, что еврейские наши мыслители средневековые X-X веков, они находились на особом положении. Сколько они писали свои сочинения на арабском, но ивритскими буковками, то мусульманские теологи прочитать этого не могли. И поэтому, собственно говоря, активной полемики, какой-то дискуссии не было. То есть еврейские мыслители заимствовали что-то из, так сказать, арабской мысли, а мусульманские мыслители практически ничего позаимствовать толком не могли. Ну, за редкими исключениями, когда некоторые сочинения переводились на арабский язык, некоторые сочинения писались изначально еврейскими авторами на арабском. Но мы об этом тоже поговорим в дальнейшем сочинениями. Еще был какой вопрос у меня будет на сей раз. Ну, вот по-арабски, да, тогда было так, все это понятно. Ну, а сейчас, если вы говорите, что это настольная книга осталась, как бы, да? резко? я не сказал такого, что она осталась настольная книга. Я имел в виду, когда я говорил, что эта книга как бы была очень влиятельна, я имел в виду среднего века, конечно. Сказать, что сегодня она является настольной книгой любого иудея, это нет, это преувеличивает. но пусть не настольная книга, но, по крайней мере, должны быть какие-то критические подходы уже современной, так сказать, действительности нашей, когда есть бар-илан, там есть такое, есть такое, в общем-то, никто этим не занимается, это неинтересно кому-то? Нет, ну, что значит не занимается? Конечно, занимаются, есть такая область, которая называется Махшевет Исраиль, и занимается, то есть статей по Сааде очень много. Сказать, что в Сааде не занимаются люди науки, занимаются еще как. То есть, во-первых, были вот его комментарии обработаны и сделаны и так далее, но это ведь не критика, это научное исследование, то есть, что такое история мысли. Историк мысли он не пытается опровергнуть или поспорить, он пытается установить, например, заимствования какие-то, влияния какие-то, прояснить какие-то мысли и так далее. То есть, устраивать полемику, ну, например, да, вот я бы сейчас решил полемизировать с Аристотией. Было бы смешно. Так же и в науке. Понятно, но... А если говорить о еврейских мыслителях, которые иначе там или по-другому понимают иудаизм, то, конечно, их очень много, но вот Маймонит иначе понимает, Маймонит полемизирует как раз Сааде, но это полемика как бы средневековая, да, например, Спиноза что-то заимствует в Сааде, а что-то наоборот отвергает, ну, и так далее, да, то есть, это вопрос об истории развития еврейской мысли. Понятно, что концепции того, что из себя представляет иудаизм, их много, да, то есть, иудаизм Саади, есть иудаизм Маймонита, есть иудаизм там, не знаю, понятно, а вот Саламона Маймона, да, ну, в общем, как бы вот ну, это никак не соотносится, то есть, с евреем, ну, я не знаю, как бы сказать, просто еврей, который, в общем-то, значит, не такой мудрец, не вникает во все эти вещи, но он получает какие-то, значит, определенные отношения и со стороны критики, которая была в средневековье и современном, то есть, его это как бы не волнует, не интересует, вот. Ну, как кого, кого-то не интересует, кого-то интересует, здесь же ситуация какая, ситуация такая, что любая традиция, ну, на самом деле, любая культура тоже, она же представляет из себя такой слоеный пирог, то есть, есть люди, у которых, ну, если они не занимаются специально, да, изучением каких-то теологических вопросов, но у которых есть определенные представления, эти представления представляют из себя, если меня из-за тавтологии представления представляют из себя, некий набор, некий своеобразный винегрет. То есть, это никак не компрометирует? Это никак не компрометирует никого, просто это обычный, вот, если вы спросили про регулярного, там, еврея, может, также спросить про регулярного христианина и так далее, вот он живет своей жизнью, какие-то представления у него есть, откуда они получены, что это такое, он, может, и не знает. Собственно говоря, изучение, вот истории о мысли, как таковая, она в том числе может помочь человеку понять, откуда растут ноги у тех или иных его собственных представлений, которые он, возможно, воспринимает как неоспоримые или как те, что он называет вот иудаизм. А он другой, например, у него соседа другой, потому что один читал Саадю, или, точнее, его там учитель втолковывал ему Саадевские идеи, а другой, например, книгу Зоар. И вот у них разный иудаизм. Я понял, да, то есть это не как наука, где пытаются выяснить какую-то истину, это все уживается вместе. В регулярном случае, конечно, да, то есть, ну, так сказать, средний обыватель, он живет в мире в Венегрета представлений. Мне кажется, Эмиль хочет понять, в каком соотношении качества мысли Саади с современниками. Было ли это более... Ну, с Кантом никто не спорил в его время. Это был непререкаемый авторитет. и вышел... Нет, Марк, вы что, как же... Ну, я так преувеличил специально, специально, чтобы мысль была ясна. То есть, Саади, это, ну, как бы, нормальная величина или это арифметика для мыслящих людей того времени? Ну, я поэтому все время говорю о том, что такое Саади. То есть, Саади, что сделал Саади? Саади взял во многом мутазелитский калам и приспособил его к еврейским, так сказать, текстам, так скажем. Ну, и, соответственно, к еврейским представлениям. Это то, что сделал Саади. Можно ли считать, что Саади, так сказать, гений, великий человек? Да, гений, великий человек, потому что он сделал очень много еще другого. То есть, как я сказал, он написал целый книжный шкаф еврейский. То есть, он создал, по сути дела, он заложил основы средневековой еврейской культуры Саади. Но, как я уже говорил, еще раз повторю, его, так сказать, посыл, зачем он это делал? Он скорее был посылом политическим, нежели теоретическим, изыскательным и так далее. То есть, он заботился о сохранении раввинистического иудаизма, скажем так. И его конкурентно-способности в контексте вот, исламской культуры, споров с караимами и так далее. И эту конкурентно-способность он действительно создал. И раввинистический иудаизм, да, стал конкурентно-способным. Более того, он стал, как бы, более рационалистичным, чем ислам и христианство. Тоже благодаря Саади, потому что у него не было вот этих самых критиков со стороны ортодоксика. Тут можно просто провести, может быть, для большей язвности, различие теологии христианской и еврейской. Еврейская, она все как бы в себя выбирает, и как традиция, и как разные варианты и возможности. христианская, там были споры, были разные мнения, были даже очень большие противоречия. В мусульманской тоже были споры, противоречия и так далее. Еврейская у этого нет. Это противоречие не потому, что еврейская культура такая, что она непротиворечивая. Мы же в Талмуде видим, пожалуйста, миллион мнений и противоречий и так далее. Я же говорю еще раз, то есть здесь ситуация, она скорее это исторические обстоятельства определенные. Они таковы, что в среде евреев того периода кроме караима не было людей, которые бы тоже интенсивно чем-то таким занимались и так далее. Поэтому Саадя взял и привнес это, и все. И поскольку Саадя в каком смысле один, то и не было споров, потом они возникнут, то есть еврейская теология более поздняя, будут споры с Маймонидом, будет отчаянная борьба, возникнет Каббала как альтернатива философии, ну и так далее. То есть все это будет, но на этапе, на котором мы сейчас говорим, Сааде, вот у нас был Ицхак Исраэль и Даут Аль-Мукамис, но это такие маргинальные фигуры, ребят, которые чем-то интересовались. Сааде, глава мужчины, лидер, вождь интеллектуальный в том числе, и он просто берет и, скажем так, раскрашивает синагогу по своему усмотрению. И все, эта раскрашенная синагога передается дальше. А что дальше, мы будем дальше как раз смотреть, как это влияло, кто там находился под большим влиянием Сааде, кто под меньшим, кто с ним спорил. Авраам Ибнезра, например, радикально критикует Сааде спустя 150 лет. Понятно. Спасибо. Нужно мне тоже спросить, пожалуйста. Да, конечно. Значит, у меня, вот знаете, какой вопрос первый? Это то, что вы говорите, что у евреев не стояло вопроса по поводу данного нам в ощущениях, вот, ну, что, вот самое первое, что Сааде Гаон говорит, что то, что мы чувствуем, это вот реальность. Да. Это не у евреев, это и у арабов, это же Калам, как раз говорит, они сааде просто заимствуют. Вы сказали, что у арабов это был вопрос, а у евреев это не был вопрос. Это относится только к тому времени или это относится к сейчас тоже? Нет, это относится, во-первых, к тому времени, во-вторых, я, наверное, должен уточнить, может, я не очень хорошо выразился. Я говорил о том, что в самом Каламе, да, и не только в Каламе, а в разных направлениях исламской мысли, вопрос относительно того, что из себя представляют чувства, как, собственно говоря, к ним относиться, являются ли они индикаторами или не являются индикаторами, действительно, велись споры. Почему? Потому что, по сути дела, создание вот этой самой, так сказать, эпистемологии, то есть теории познания, оно рождалось в спорах. Ну, не рождалось, там, опять же, заимствовалось частично, может быть, из христианской святоотеческой традиции, может быть, из каких-то греческих источников, их было много, и существовал котел мнений, да, и бурная полемика. Еще раз, все то же самое. Сааде Гаон, он один. Не потому, что там никто не, а просто никто этим не занимался, кроме Сааде. Ну, я имею в виду, да, вот еврейская община. Чем занимались евреи в этот период, то есть Гаоны? Они занимались респонсами. Им присылали вопросы, и они на основе Талмуда давали ответы. И это, собственно, и была основная их, так сказать, интеллектуальная деятельность. Они, может быть, писали какие-то комментарии к Талмуду, там, ну, еще не комментарии, а такие монографии по отдельным темам. Они занимались тем, что можно было бы назвать юриспруденцией, да, то есть разработкой закона и прочее. Они не занимались последовательно, систематически, не занимались теологией, то есть не занимались апологией религии. Теология как апология религии. Почему? Я это тоже уже говорил, еще раз повторю. Потому что и христианство, и ислам являются религиями миссионерскими, то есть религиями, которые хотят доказать тем, кто не является мусульманином или не является христианином, что их религия истинная, ее немедленно нужно принять. То есть есть экспансия и у той, и у другой религии. Поэтому доктринальная сторона очень важна. То есть с какой доктриной ты идешь и рекламируешь ее тем, кто не является мусульманином. Я приезжаю в Замбию, например, и говорю, ребята, ислам это круто, давайте принимайте ислам. А они спрашивают, а что это такое ислам? Я должен им объяснить. И поэтому разработка вот этих самых положений основных, если хотите, рекламных, так сказать, брошюр, кто это такое, и в христианстве, и в исламе были разные варианты, споры. Одни говорят вот так лучше, другие говорят вот сяк лучше и так далее. Иудаизм не нуждался в этом, потому что иудаизм не является миссионерской религией. Иудаизм не стремится кого-то в иудаизм втянуть. И поэтому такого рода апология, она была как бы не нужна. Она стала нужна только вот в этот момент Саадя почувствовал необходимость такого рода так сказать апологии. Почему? Потому что с одной стороны калам и ислам, который оттягивает или может тянуть кого-то, потому что в общем нормальные какие-то вещи говорит о боге. с другой стороны караимы, которые тоже увлекаются теологией и так далее и пытаются совершить революцию в рамках еврейской культуры. И вот Саадя один-одинешенек берет и вот это самое пишет, пишет вот этот самый труд. Он мог бы, например, по поводу борений и споров относительно того, является ли чувство индикаторами или нет, он мог бы переписать какие-то споры из исламской теологии, но он не стал переписывать и все. Вот можно теперь второй вопрос. Вы сказали одну сейчас уже прямо в ответе, вы сказали одну очень интересную вещь, вещь Каббала как альтернатива философии. Вы бы не могли пожалуйста расширить это? А я расширю, когда мы до этого дойдем. Мы дойдем до Каббалы к 13 веку, в смысле, когда будем говорить про 13 век и там я расширю, там мы поговорим про это. Хорошо, спасибо большое. Ну хорошо, до следующего четверга, всем счастливо. Да, спасибо. Спасибо. Да, до свидания. Большое население. Продолжение следует...